Субтитры сделал DimaTorzok И поехать сегодня на шашлыки Я вкратце покажу Я в принципе уже показывал свою Хатку невзрачную Которая по совместительству Студия Вот я тут вчера Нафигачил очередной Парточок Это мой следующий проект Очередной раз Блб лампа и Флюоресцентные краски Там все мои инструменты Небольшой хаос И шашлыки Да, короче говоря Сейчас надо взять В аренду байк Да, кстати, вынести мусор Забыл Взять в аренду байк И поехать В Сикрет Лагун Которую я смогу Все это добро Прекрасно приготовить И возможно с кем-нибудь разделить Но это мы посмотрим Как получится Так, что-то у меня тут Телефон А, это паспорт Мой, да Окей, паспорт нужен Для того, чтобы Снять байк Больше ничего не нужно Права, шлем Обязанности Все это нафиг не нужно Нужен только паспорт Ну и в случае Если там покосаешь Заплатить, конечно, нужно А так, в принципе Ничего не надо Водить тоже, в принципе Не обязательно уметь Это здесь очень широко практикуется Теперь мы, собственно говоря Идем по главной улице В Ангенге Тут, как ни странно Но я не видел Здесь вообще название улиц Они Ну, их нету на гугл-картах Понятное дело Но их нету Их вообще нигде нету Это, конечно, нонсенс Но Ну, я угораю На самом деле, конечно Что-то туда есть Но, как бы, понять Всю эту структуру Там, этих всех Всех этих адресов Номеров Номеров на домах Точно нет Вывески Вывески С названием улицы Возможно, где-то есть Но я их никогда не встречал Я знаю, что в Ангенге Есть один светофор Это желтый светофор Один, который, знаете Мигает Он тупо там где-то На въезде стоит И нафиг никому не нужен Такой вот Забавный Нонсенс Лаосской Современности И Лаосской Архаичности А, кстати, я забыл Мне нужно было отдать деньги Поэтому мне придется Вернуться обратно Ненадолго Поэтому мы возвращаемся В Фарвей 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 Сидс Огромный Отальный комплекс Нет, это просто Гостишка Я, кстати, там получил работу Я когда закончу С этим бамбуковым баром Проклятущим Нет, шучу Нормальный бар Но там, конечно, история Такая веселая Вышла Клоун Лада Просто цирк На выезде Да И, короче говоря Когда я там все закончу Я вот еще стену Разрисую Фарвей Я так думаю Потихоньку Помаленьку Может и рисовать научусь Когда-нибудь В конце концов Господи Меня Да, несет сегодня Как Астапа Да, вон там Вдалеке Венеется Фарвей Прикольный вообще Кстати, отель Там все Ну, там Женщина Она, походу, тайка А в Лаосе Вот как-то осела Тоже Бизнес фигачит Она, видимо Начинала с какой-то Типа такого Там For Sale House for Rent Она, видимо, взяла А потом Набабахала Там просто пипец Соединила Вообще Как это называется Синдикат Синдикат, да Тайский синдикат Вот Фарвей Сидс Не было Несколько Дней назад Уже появилось Все ништяк В общем Она, да Вбухивает Развивается И все очень круто Приятно Работать с такими людьми Хотя, конечно Насчет цены А она торговала Ну, это Азия Понятно Они любят поторговаться Копеечку Тратить не хотят Но мне это не важно Потому что я Больше сейчас работаю На Свой профайл Да Вот В общем Такие вот пироги Вот этот красный отельчик Farway Seeds Все Так Очень Аккуратненько Культурно Как бы Ну Видно Что Ни халям Болям Сделаны Даже вот эти Бочки Там Если посмотреть Они Ну как бы Они не супер Шедевральные Но Нормально Так В принципе Замутили Прикольные Стули Табуретки Там еще Хранилище Какое-то есть Вот Ну и тут В принципе В целом Все Так Достаточно Достаточно Отличается От Обычных Вот этих Всех Таких Как бы Помягче сказать Распиздяйских Это достаточно Мягко Конечно Будет Имеется Ввиду Вот Сити Лаос В лаосском Стиле Да Как бы У них В большинстве Случаев Все это Конечно Ну Хромает Серьезно Вот А здесь Все Ништяк Я реально Рекомендую Этот отель Потому что Ну Классно Он конечно Дороговатый Но Он того Стоит Один из лучших Вот Что-то Филипинки Мои Дрыхнут Наверное Оставлю Денежку И просто Поеду По делам Продолжаем Наш репортаж Из Ван Венга В общем Не дождался Филипинок Оставил Бобосы Местному Как говорится Папа Мама Как правило Есть два человека Которые Савади Которые Заведуют Всем бизнесом Вот Ну в общем В этом Отеле Оставил И пошел Дальнейшими Заколулками Ван Венга По своим делам Собственно Дело у меня Осталось Два Забрать Ключи От Пашкиной Хаты Из бара Чтобы Их Не пользовал Кет Который Подтарщивает Немного На Скоростях Вот И собственно Ну чтобы Ничего там Из этого Не вышло Какой-то Галимати Вот Во-первых Во-вторых У меня там Компрессор В его комнате Мне скоро Надо будет работать Но сегодня У меня выходной Да Я иду Второе дело Это байк Который мне нужно взять Чтобы поехать В эту лагуну И наше Лучше Там Кстати Прикольно Девочка И там Рядом Ганжа Растет Да Вот так Прикольно Идешь Я просто Места уже знаю Где Где Но они тут Практически Везде Прям Совсем В открытую Конечно Они не наглеют Но иногда Даже И до этого Доходят Вот Да Это кстати Говорят Там Бар Там Это Главная Улица Но мы Пойдем Сюда А Нет Мы пойдем Да Мы пойдем Третье Дело Это Винчик Винчик В Сакуре Баре Не в Сакуре Баре А Напротив Какой-то Магазин Супермаркет Там Ребята Опять Отцел Студачи Строительство Ой Да Вомен Конечно Подрос За эти Десять лет Из двухэтажного Он стал Практически Хрущевским Скажем Так Да Тем не менее Сельская жизнь Продолжается И все В общем В том же духе Ну Как бы Тут не будет меняться Еще там Много тысяч лет Все будет происходить Точно так же Вот Но что-то все равно Конечно там Застраивает Интернет Это все Вот эта херня Приходит Цивилизация А тут люди Ну так например Им нравится жить Так просто Не нужны вот эти все Каменные джунгли У них своих джунглей Хватает Зачем им Вот это все Вот Но Тем не менее Да Цементный завод Построили Он Естественные джунгли Вот эти горы Прекрасно Он вырабатывает Из них Цемент Керачит И вот Потом Вот это Растет Все Гадости Это Вот Короче Я что-то Разоболтался Заболтали вы меня Ребята Третье дело Это винчика Да Потому что Шашлыки А я Как бы Ну я не пью Ну в смысле Не бухаю Я вообще Давно уже Это в принципе Ребята Там Кто меня знает Они знают Давно что Ну там Как Каких-то Жутких запоев Там вот этих Всех чукотских Все это Блять Пардон Всего этого Сливания Бабла И здоровья В унитаз Это конечно Давным-давно Все ушло Вот Ну как бы И здоровье уже Заканчивается Там батарейка Скоро сядет Вот И поэтому Как бы Ну То есть Не бухаю я регулярно Да Давно уже Ну то есть По-нормальному Как говорится Бухать Да Блин Нифига там Гора какая-то Здоровая Я кстати Не видел Когда Что-то Оказалось Что все Пониже Ну вот Короче Но И как бы Ну то есть Там Я вот В Анвенге Да Я тут Ни разу Не напивался Ну Как бы Прямо так Что вдрызг В полнейшие сопли Нет Такого не было Вот А Там Пару раз Было Там крепоческим Там Посидел Ну В принципе В норме Вот Ну а так Там был Пивас Там То все Как бы Но я от этого Все тоже ушел Потому что Ну вот Как бы Совсем Смысл потерял В этом И соответственно Перешел на более тяжелые вещи Ну Нет Не перешел А Так Немножко Там Ногой Знаете Как это Типа Понарошку Заступил А потом Обратно Короче говоря Ну и поэтому Я такой разговорчивый Да Вот На самом деле Это все Это все Не важно Просто Просто Я немножко Прихожу В норму И как Все Все в порядке Все Короче Четко Как у Реального Пацана Мне вот Это вот Все Хуй Путало Какая-то Непонятная Вот Короче говоря Сейчас Первым делом Байк Потом В бар Потом В Сакуру Потом На бензоколонку А потом В Валагу Короче Куча дел Еще оказывается На сегодня Запланировано Я встретил Своего Лучшего друга Ван Венге Двухоневого Товарища С очень Загадочной Историей Вот он В красной Такой Зурдейке Я заскочил В бар Который Я оформляю Мне нужно Забрать Мне нужно Забрать Ключи Поэтому Я его Сейчас Быстренько Открою Заберу Ключи И Открывается Это Обычно Вот так Так Вот он Ключик С моим Всем Железом Да Это было Немного Не элегантно Но Ничего Страшного Так Теперь У меня Есть Куча Ключей И Упс Это не тот ключ Не той двери Вот Куча ключей Это Кстати говоря Показатель Того Сколько Вы живете В Лаосе Так Так Ладно Это все Мы Убираем Сейчас Я погоню К себе Домой Мы Нахватим Хавчик Потом Заскочим Завинищем Поедем В Secret Lagoon Ну и может еще Каких-нибудь Пару девчонок С собой Нахватим Вот Так что Короче Все круто Сейчас 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 И И Убираем Мед Окей Да Так Вышла небольшая заминка У меня оказывается Практически нет бензы Поэтому Да Вначале Мне все-таки Надо на бензоколон Панат Недалеко А для этого Не В принципе Деньги у меня есть Блин Хочется поснимать С байка Но Некуда Приделать Чертов Телефон Надо посадить Сзади Тян Какой-нибудь Чтобы она снимала Ну За неимением Тян На текущий момент Вон Тян И поехали И еще Одна Короче Еще Одна Да Придется Отложить съемку На Какой-то Неопределенный Переговор Ну Я зато Потом Поснимаю Там Что-нибудь Красоты Ван Венске Потому что Ну Вот это Как бы Это не красота Это деревня Село Ну и это понятно А вот красоты Это вот там Вот Там где вот горы Силуэта Да Вот сюда я поеду Ну не конкретно туда Абстрактно туда Вот там Сзади такие же Сбоку Ну сбоку там тоже И с той стороны Такая же фигня Короче говоря Я вот туда Вот туда я и поеду И там я все это И Наснимаю Ну блин Дорогу конечно Тоже очень хочется Ладно Я может придумаю Что-нибудь Держаком И Там Присобачу Какую-нибудь фигню Да Ребята Я реально не знаю Что там Я снимаю У меня Трясучка Стабилизация Ну как обычно Все То есть я говорил Что для всех этих приколов Конечно нужна экшн камера Вот короче говоря Если вам понравится Там то что я запилю В конце концов Давайте Этот Краундфандинг Организуем И Купим мне Какую-нибудь экшн камеру А если у меня будет Экшн камера Там такой экшн пойдет Что Просто эти все горы Рухнут Вот В общем Да У меня теперь два байка И Надо собираться Но Но Я думаю Сделать точкой базирования Все таки мою комнату А я хотел взять Баблица еще Баблица Мне в принципе Осталось только Навинцо Баблицо Вот Точкой базирования Я сделаю свою Прекрасную квартиру Которая Да Конечно В таком трэше Прибываю Моем Хаотичном Я даже не знаю Снимать это Ну в принципе Отсюда вы уже увидели Какое тут все Такое все В перемешку Ну Не совсем конечно Но Немножку перемешано Да И в принципе В этой комнате Такая же хрень Там Пенопласт чертов Который Еще До сих пор Не могу выгрести Мои кровно Заработанные Миллиарды Не кровно Заработанные Кровно Заработанные Но еще Не отработанные Не все Отработанные Скажем так Вот И В принципе Сотки на вино Хватит Более чем Эрик Клоунамик Который Эндо Глухонемой товарищ Пошел В качалку На часок Вот И мы договорились С ним встретиться Соответственно Ключ я забрал Байк взял Все отлично Все прекрасно Мне осталось взять вино Я надеюсь Я больше ничего не забыл По пунктам Ну кстати Может какие-то мелочи А ну и бенция Тоже забрался Кстати Еще прикол Немножко показать Кстати говоря Блин Маковку кто-то срезал Уже А нафига Непонятно Она же блин Еще Тут же нет Еще ничего Нету А ее срезали Зачем-то Ну В пищу Хотя кстати Может это какие-то Грамотные подрезки На которых Я ничего не знаю Но Судя по тому Что ее просто жрут Как бы Это видимо Ничего Никаких там Грамотных подрезок Нету Вот Ладно А вот Вспомнил Держак Да Держак Может все-таки Я что-нибудь придумаю Все равно Конечно Трясти будет Как Не знаю Нужно только На чайник себе Приделывать Вот А чайник у меня Конечно Можно приделать Но Не знаю Не знаю Даже Ребята Сложно Все Поснимать Охота Ладно Поснимаю Сейчас Тяну на еду Какую-нибудь И она мне Все Тяг Это Огромный Алкогольный Магазин И собственно Горя Ну в принципе Центр Где все Втариваются А потом Перепродают Вот Здесь полно Французских Вин Которых Я ни хрена Не разбираюсь Но Есть большая Вероятность Что они Реально Французские Потому что Ну как бы Лаос Вы понимаете Кто немножко В курсе Вот Какие-то еще Испанские Есть и так далее Но они конечно Дороговаты Но Ну как бы Не дорогие Они 95 это что Получается Сколько у нас 9 баксов 9 Считайте Вот Лаос Кипы Да Там Тысячу Выкидываем Десятки тысяч Десять тысяч Это один бакс Как бы Грубо говоря Вот соответственно В принципе Нормальные цены Но Я еще пока Не готов На такой праздник Для себя Как бы Нифига Одна бутылка Это блин Одна седьмая Мои квартплаты Но На самом деле Фигня Все это не важно Просто Поскольку Я не разбираюсь Ни черта Но Как бы Не хочется Не переплачивать Ни Не доплачивать Вот Поэтому я конечно Потерялся Так Ну так В принципе Чего Все Как бы Все что надо Все что душевое Но мне Теперь к этому Практически Хладнокровен Мне это все Не тревожит Мою душу Как В былые времена Вот Поэтому В принципе Пофиг А вот Кстати Петр Петра Петька Фомин Вот Ты там Второрелся На Новый год Это тоже Как бы Такой Приличный Выбор Так Можно нормально Хоть Пати Хоть Че хочешь Строить И Новый год И фейерверки Так Ладно Я все-таки Попробую Разобраться С каким-нибудь Выбором Остановить Свой глаз На чем-то Может быть Возьму Самое дешевое Вино Которое Которое Есть Просто Ради Прикола Да Кстати Хорошая Идея Сейчас Спрошу Вот И Ну и что Поеду В принципе Ну и кстати Тут в этих В коробках Должно быть Такое Типа Наше Там Каберне Краснодарского Края В трехлитровой Пачке Такую Кстати Тему Продают В барах Ну и выдают Их За Реальное Красное Вино Кстати Горя Я не знаю Может Просто Ну я вообще Не знаю Есть ли такая Культура У французов Слабо верится Что Они Так Так же Могут поступить Бездушно Вот Но может быть И есть Но А если нет То это скорее всего Просто какое-то Вероятно Местное вино В общем Сейчас попробую Спросить Уточнить Все И Может быть Мне Прояснят ситуацию В общем Меня проконсультировали Тут реально Есть вина В таких Пачках Как у нас Привыкли Ну то есть Вот такие Пластиковые Пачки Там понятно Какой-то Пакет Крантик Все как обычно Но И причем Это Испания Франция Ну там Упаковочек Где-то Такие Пошикарнее Вот Ну что-то Там Еще какие-то Странные То есть Я просто Мне было интересно У них вообще Есть такая Культура Или нет Но Видимо Да Все-таки Есть Но Это Как бы Это Более Дешевый Вариант Соответственно Тут Есть Самое Дешевое Это Вот этот Эль Коперо Не знаю Получается Литр За полтос Это В принципе Очень годно Но Есть В принципе И Не сильно Дорогие Вина Французские Вот Я тут Собственно Глян Нашел Каберне Савиньон 16-го Года За 95 Ну Это Вполне Я думаю Хороший Вариант Поэтому Я остановлю Свой выбор На нем Окей Сейчас Расплачусь Где мои Денежки Ладно Я продолжу Свой репортаж Позже У меня В принципе Все Закончено О У меня тут Оказывается Запись Включена Была Странно Но Нам Наверное Придется Вырезать Что-то Интересный Кейс Что мне Эту Бутылку Дешманскую Как бы Такую Упаковочку Зафигачили Ну Это В принципе Ничего Удивительного Нет Но Как-то Это Просто Для Лаоса Скажем Так Было Немножко Удивительно Блин Что так Близко Получается Странно Ну ладно Что я там Что я там Наговорил Мне надо Проверить Телекон Поэтому Продолжу Чуть позже Там Вырезать Придется Конечно Надеюсь Получится Какой-нибудь Хороший Репортаж В общем Мимоходом Я заскочил В Гаррис Айриш Паб Такой Местяк Есть Ну Собственно Гаррис Ирландский Паб Который Единственный Конечно Не во всем Волосе Но в Анвинге Точно В радиусе Несколько Десятков Километров Точно Короче Гаррис Много нету Он познакомился С Полом Опять же Такой Тезкой Поскольку Я не пью Взял Энергетика Я думаю Что я потихоньку Тут все Местяки Так обследую Наведуюсь И Расскажу Чего где есть Вот там Кстати Кстати говоря Да Вот этот Магазин В котором я был По его искам Я его в принципе Угадал Мне сказали Что он напротив Сакуры Но Сакура Это Вот где там Строительство И лаосцы сидят Там что-то Ну видимо Переделывают Сейчас временно Вот Сакура Это еще один Знаменитейший бар В Анвинге Который Очень популярен Среди корейцев И японцев И Ну в общем-то И леди боев В том числе Я туда Я там Как бы несколько раз Так со стороны Заглядывал Так не получилось Не довелось туда сходить Ну в общем Я думаю Тоже туда как-нибудь Нагряну Вот В принципе Мне теперь По крайней мере Поскольку Я не пью алкоголь Совсем Ну кроме Вина Сегодняшнего Да Кстати говоря Вино может быть Можно у них взять А так Мне бухать неинтересно Поэтому В принципе Да Это хорошая идея Прошвырнуться И Ну там Рассказать Показать Самому Посмотреть Что там есть И как бы Осветить Все эти Деталюшки А вот Как бы Ну и собственно Горя потихоньку Этот материал Там Если я накоплю Там Скомпилирую Из всего этого Ролик Если понравится То Ну вот короче Помните Да Про там Экшн камеру Краудфандинга И все Вот эти приколы Короче Да Ладно Поехала я дальше Поделим Да В общем Из-за всей Моей болтовни У меня В принципе Подсела Уже батарейка Скоро Скоро Закончится Поэтому Придется поехать Домой Чуть-чуть Подзарядиться У меня есть Как эта штука Называется Внешний Акум Зарядник Короче говоря Я его возьму С собой Придется Все-таки Мне как-то Придумать Методологию По которой Я сам себя Буду Запускать Вот Сейчас я жду Другана своего И Да Он побежал Там переодеться В принципе Все Мы будем готовы Тян Я не нашел У меня есть Кун Поэтому В принципе Он будет снимать Наверное Да Я так полагаю А может быть Я его неправильно Понял Он сейчас Байк возьмет И мы Вцепим Двух Каких-нибудь Цыпочек И поедем С ним Купаться Вот Поэтому Такие пироги Что-то Еще рассказать Зеркалочки Свои поправил Кстати говоря Вот так Я выгляжу Блин Плохо видно Меня Похудел Конечно И Стал Какой-то Древний Индейский Бог Но Тысячелетие Второе Зеркало Болтается И Как бы Ничего с этим Не придумаешь Потому что Такой Блин Уже Кто-то его Кто-то Постарался И Пипец Ну Такие мелочевки Вот этих Всех Байков Это Типичные Вещи Там Вот эти Все Трещинки Все Вот Эта Хрень Как Там Явно Его Роняли Не Один Раз Не Один Раз Его Латаны Перелатаны Это нормально В принципе А Окей Окей Блин Сложно переключаться Постоянно С русского На английский При том Что В принципе Парень Just a sec Окей Just a sec Парень Не В принципе Не понимает А я На самом деле Не понимаю Ладно Я сейчас Пойду Попробую Разобраться В чем Беда Вот Конечно Лочь Это уже Привычка И проверять Руль Ладно Сейчас Я спрошу Что он там Хочет Думаю Мы дальше Выдвинемся В общем Оказалось Что парняга Просил меня Просто помочь Ему с Бельем Развесить Вот эти Все полотенца По периметру А второго этажа Качалки Это качалка Да Я кстати Ну вот Как-то забыл Совсем осветить Этот момент Я здесь был Один раз Здесь в принципе Ну Как бы Тут все Так вот Простяцки Это вот Кстати Лоуского Распиздяйства Когда Ну вот Эти все Веса Там Хрен знает Как они Сделаны ОК ОК О, Гуд 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 Ну Ремов 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 Да Да Гуд ОК Гуд 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 Короче, да И вот тут В принципе Второй этаж Вот он Такой Вот Вот такой Я вам тоже покажу В принципе Тут как бы Все есть Все что нужно Там Ну Как бы Знающий человек Найдет Все что ему Здесь нужно Да Там Какой-то Минимум Но Здесь Почему я сюда Как бы Я пришел один раз И разочаровался Здесь вот Дышевая кабина Это вот Такая штука Ну Типичный Лоусский Как бы Туалет Там Нагревашка Есть Но Как бы Это несерьезно Окей Вот еще некоторые детали Проясняется Про Этого парня Он так Вот Кстати Вот мы Вот так По крупицам Собираем Из него Что-то Но Для До сих пор Для всех Остается Загадкой Люди Не понимают Очень Многого Но при этом Как-то Мы Потихонечку Стараемся Его понять И Очень много Чему У него Учимся На самом деле Ну Про Эндо Можно написать Целую книгу Или там Фильм снять Я рассказывал Некоторым Своим друзьям Они В принципе В курсе Ну Вот Кто видел Фильм А в душе Я танцую Ну Как-то так Он называется Про Человека Там У него там Что-то вроде Паралича было Вот Но Его при этом Считали слабоумным Вот А он на самом деле Просто был засенчивый Да Короче Не буду спойлерить Там Это интересный фильм Его стоит посмотреть Вот И Ну Просто Знаете Когда смотришь Фильм один Какой-нибудь Ну Как бы Там Даже если он основан На реальных событиях Все равно Как-то это воспринимается Через Призму того Что это что-то нереальное То есть Ну Кино Это В любом случае Это Что-то Вне Реальной жизни А вот тут Ну Как бы Тут Сталкиваешься С этим Ну Как оно Есть То есть Парняга Он Глухонемой Глухонемой От рождения От рождения Или нет Непонятно Потому что Вся его история Покрыта мраком И Ну и при этом То есть У него Как бы Есть Все-таки Какие-то Дисфункции Мозга Незначительные Но при этом Он Это вот человек Который смог Социализироваться Да То есть Он Вполне Адекватно Себя ведет И Ну Как я говорил Как я говорил Людям есть Чему У него Поучиться Вот Поэтому Пока что Я прерываюсь Опять же Таки Батарейка Там Селила Сейчас Поеду За Едой За Едой За Зарядками За всей Такой Батвой И В принципе Мы Отчалим В Сибирь Лагу Куда-то Туда Вот Вот она Эта маленькая Вот Знаете Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ну, это не так, это не так, это не так, это не так. Ну, не, ругаться не надо, в сомнении, потому что, наху я я вот так, в паре. Да, ну, главное, конечно, в этой семье для и для строгих, в этой семье, я прошу прощения, но, знаете, как-то, у тебя хорошее слово, оно стоит объяснить. Да, ну, плохие, короче, не стоят. Да, они не стоят. Но это не стоят. Поэтому, да, давайте, 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 давайте. Хороший путь. Кстати, это отличное решение проблем, по-другому. Отвратясь до фуру. Убийство от Северного Убийство от Северного Севастополь Продолжение следует... 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 в своей красе это и коровий навоз и гниль какая-то и вот эти все тысячи миллионы запахов многие из я уверен я не понимаю условно я в этом уверен я чувствую это на эмоциональном эмпатии да прям даже величайший из эмпатов но я думаю ни китози не получилось бы с ним поговорить потому что потому что он не может уехать в волосы у него нет денег на билет остряк я просто остроты мы вылетают как иглы из иглометательной машины из какого-нибудь шутера да но блин на самом деле не хочу угорать приколы они всегда конечно умны на самом деле нормальный я не одел никаких плавок там есть озеро в котором можно поплавать ну какой озеро там на самом деле такой ручеёчек ой ручеёчек маленький а да там очень прикольно истыкнуться и ну в принципе да не требуется особо никакой плавки я просто в себя ну в принципе кайфануть да вот тут все все эти видео это офигенно ну как офигенно офигенно блин офигенно тут находиться и идти просто а вот видео это конечно передача такая не та не те ощущения это же вот понимаете вы когда идете там где-то нагрузка где-то солнце поджарило да уже ну не кайф да там в своих тех сто одежек все без застежек то есть уровень реальности намного выше чем в этом вашем чертовом интернете вот и поэтому передать это все одним роликом никак не получится это вот кстати лемонграсс 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 это лемонграсс вот он так вот растет вот такие кустишки кустишки а вы в Азии везде их можете увидеть где-то они сохнут просто высыхают а это вот тот самый лемонграсс одно из как бы ну одна из визитных карточек всей юго-постучной Азии есть небольшой садик вон коровы коровки пасутся да что-то там подъедают соответственно я думаю тут рециркуляция постоянная я конечно не смогу первое что-то делать к сожалению пока что но у меня все впереди у меня тысяча жизней которые я могу здесь провести и познать еще пару миллионов профессий вот и тогда я вам про все расскажу пока что я не знаю но у меня такое ощущение что есть такая круговая рециркуляция всех наслаждений коров их гумуса так сказать всех вот этих приколов и так это все коровки конечно маленькие но их никто не кормит на убое они просто сами себе живут как и живут наслаждаются жизнью поэтому они такие маленькие они просто от природы такие это вот то что мы привыкли эти местные туши гигантские мутанты мутанты чертовы которых мы вывели селекционно а от природы такого не бывает ну там бычары бизоны было ну блин гоняют бегают и встречаются ну это другая же тема они вот такой вот сказать и ребятки давно хотел показать наuch наrip и я прошу потом нарезать нарезатьLEY в в в в в так и тут же живут еще храмы может еще раз увидим если увидим попробуем короче сейчас мы будем наслаждаться готовить шашлык мы добрались до места секрет лагун вот энда пошел нарубить листок пальмы банановой чтобы можно было на него поскладывать шашлыки шашлыки вот они готовы шампура уже все достали костер прогорает прогорает угли потихонечку бревнышки все все вот отсюда и лесу принципе много тащить не надо здесь постоянно валяется эта куча от каких-то срезанных срезанных каких-то деревяшек народ потихонечку подбирает это все и и так все это происходит вот вот озерцо такое ну как бы это не озерцо просто тут на самом деле вот эта вода она проходит вдоль всей горы то есть от вот везде где гора проходит она там дальше идет там видно что этот ручеек как бы протекает вот ну и видно и даже слышно вот но при этом здесь вот есть такие небольшие блокировки из песка видимо чтобы немножко уменьшать как-то поток интенсивность потока вот но и вот здесь вот это вот озеро как озеро не озеро бассейн не бассейн такой вот местяк очень очень на самом деле все это прикольно потому что очень необычно дружище нахаж это ну как бы теперь теперь вы немножко соприкоснулись с тем в чем я имею дело в анвенге на самом деле нет а реально офигенный чувак братан кореш иногда конечно бывает ну знаете как бы он бывает назойливый что-то свое рассказывает там но его можно понять потому что и может тоже как-то нужно экспрессию какой-то выход давать своим силам вот эти рыбьёхи видно нет их не видно сейчас голову они поплыли то есть вот вот это вот вода чистая да потому что вот видно дно а там но но она не сильно глубоко на самом деле но там где-то я стою мне по грудь то есть вот тут такая водится здесь офигенно однажды мы сюда приехали а принципе этот вообще один раз по моему только был привезли да 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 вот это рыбьёх было бы неплохо поймать на что-то пока не на привезли мы сюда арбуз мы бросили в воду а он он удрал от нас то сделал где-то потоки куда-то завели блин не знаем но там где-то здесь пропал в этой воде не рыбьёхи опять прекрасные мы их потом подкормим обязательно это ритуал ну и может быть нам за это воздастся какими-то интересными ивентами вот а там дальше сейчас приходили ребята они с проводником пошли в пещеру то есть там дальше есть пещера вот по вот этим вот вот этой улочки закоулочки да как бы по тропке там проходишь его там пещера и там конечно без фонарика делать нечего и принципе даже очень опасно вот поэтому надо быть очень осторожным особенно если вы что-то там любите по упарывать ибо это может очень плачевно закончится вот но если нормальный грамотный чувак то можете просто наслаждаться духами природы кайфовать от этого всего великолепия туалет вот это вообще просто офигенная фишка я забыл вам показать get changing here это раздевалка такая офигенская когда первый раз показала жали все просто валялись по полу катались так ладно пора насаживать мясо я продолжу репортаж позже опять поэкономлю немножко батарейку и еще не потом еще покажу а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Когда я просаживал, там понятно было, что укорениться даже ей, наверное, будет очень тяжело. А если она, растишка, на начальном этапе не прорвется, то там дальше уже бесполезно. Но я не уверен, было ли это здесь, либо в соседнем закуточке, потому что вроде я сюда так сильно далеко не заходил. Ну, в принципе, она, на самом деле, могла, конечно, ей дать росток какой-нибудь, но ее могли прополоть от греха подальше. Хотя, с другой стороны, что они... И так, и эдак растят везде и всюду. Ну, в общем, непонятно. Кстати, там какое-то шевеление было, это какая-то ящерка была явно. Или змейка, может быть, кстати. Что-то она пропала куда-то, да? Меня же не проглючило, точно. Где-то тут что-то шевелилось. Может, она уже так быстро отсюда удрала, что, в принципе, дальше бесполезно ее выискивать. Ну, ладно. Да, но это было, наверное, и не здесь. И не здесь, и не тут. Ну, да ладно. Прополоть ее, в принципе, могли по простой причине, потому что, как бы, сюда туристы приезжают, а местным... Ну, именно в плане, там... Все-таки, наверное, как-то это... Как-то дорегулируется. Вот. То есть, в плане им-то по барабану, но в плане того, что, типа, незаконная плантация от местных чуваков, им это нафиг не надо. Че-че-че? Так-то... Так-то... Но почему? Что? 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok